Это избирательный участок 55-54 города Ож. На кадрах четко видно, что некая женщина отмечает пришедших избирателей. На вопрос, для чего она это делает, женщина заявляет, на явку каждого гражданина, кто находится в ее списке, она получила деньги от одного из кандидатов. По данному факту, соответствующие органы начали расследование. В социальных сетях было распространено и другое видео о массовом привозе избирателей в Иссык-Кульскую и Нарунскую область. Информацию проверили правоохранители, факт не подтвердился. Наши сотрудники провели расследование, были опрошены местные жители, а также директор автобекета Акджол. Он опроверг данный факт, в результате информация не подтвердилась. Наши сотрудники продолжают проводить расследование, обеспечивая безопасность нашим гражданам. Мы просим граждан оперативно сообщать информацию и сотрудничать с правоохранительными органами. Всего в группу оперативного реагирования поступило 21 жалоба. В основном это жалоба на неполадки автоматической считывающей орны. Заявлений на того или иного кандидата пока не поступало. Действительно, на момент, когда ОСУ вышли из строя, оно было приостановлено, но путем своевременного привлечения соответствующих специалистов эти неполадки были устранены, сейчас работают в штатном режиме. Помимо этого, уважаемые журналисты, вы знаете, что в соответствии с законом в случае выхода из строя урны есть запасная, в случае, если и запасная выходит из строя, то устанавливается стационарная урна, которая не запрещена законодательством. С 24 октября по 9 ноября в Центр избирком всего поступило 25 заявлений о нарушениях закона о проведении выборов и референдума. Из них одно заявление было отозвано. 9 фактов рассмотрела специальная комиссия и вынесла соответствующие решения. Это нарушение условий предвыборной агитации 12, по вопросу в регистрации кандидатов 2, подкуп избирателей 1, разное, это письма информационного характера 6, злоупотребление административным ресурсом 2 и воспрепятствование осуществления избирательных прав 2. Общая сумма штрафов, наложенных на кандидатов, составляет 70,5 тысяч сомов. За нарушение условий предвыборной агитации были оштрафованы 4 претендента. Все наложенные взыскания зарегистрированы в едином реестре нарушений. О нарушениях по статье 44 кодекса о нарушениях, нарушения условий проведения предвыборной агитации в отношении кандидата на должность президента Крымской республики Ташева за нарушение сроков предвыборной агитации наложен штраф 4 категории в размере 7500 сомов. Согласно решению ЦИК КР от 4 декабря 2020 года, номер 282, рассмотрено дело о нарушении по статье 44 кодекса о нарушениях, нарушения условий проведения предвыборной агитации в отношении кандидата на должность президента Крымской республики Алма-Матова за нарушение сроков предвыборной агитации наложен штраф 4 категории в размере 7500 сомов. Согласно решению ЦИК от 28 декабря 2020 года, за номером 304, рассмотрено дело о нарушении по статье 44 кодекса о нарушениях в отношении руководителя Баткенского районного штаба кандидата на должность президента Крымской республики Мадумарова, это Дервешев, за непринятие мер по недопущению участия в агитации несовершеннолетнего лица наложен штраф 4 категории в размере 7500 сомов. Согласно решению ЦИК от 5 января 2021 года, номер 3, рассмотрено дело о нарушении по статье 42 кодекса о нарушениях, это нарушение прав участника избирательного процесса в отношении генерального директора общественной телерадиообещательной корпорации Алиева, за непринятие равного доступа участникам избирательного процесса, наложен штраф 3 категории в размере 5500 сомов. Согласно решению ЦИК от 5 января 2020 года, номер 4, рассмотрено дело о нарушении по статье 44 кодекса о нарушении, это нарушение условий проведения предвыборной агитации в отношении начальника штаба по городу Каракул, кандидат на должность президента Крымской республики Джапарова, это Куроваев, за непринятие мер по недопущению выступлений с признаками театрализованного представления, наложен штраф 4 категории в размере 7500 сомов. Отметим, что за текущими выборами наблюдают 138 международных наблюдателей. Как сообщил глава миссии наблюдателей СНГ, с начала процесса голосования члены миссии не зафиксировали нарушений. Сегодня все в соответствии с нашим решением выехали на избирательные участки к 8 часам утра, и пока доклады идут, что все в целом идет в строгом соответствии с законом. Организовано, так сказать, правильное движение потоков избирателей. Вот проголосовало, значит, человек выходит уже в другую дверь. Правила санитарно-пенологической обстановки не тоже учитываются. Есть маски, есть санрайзеры, есть строгости. Я даже обратил внимание, пытался я пройти там без маски, она у меня была, меня остановили. Василий Волков добавил, что от самих кандидатов присутствует небольшое количество наблюдателей. По оценке эксперта, это говорит о доверии к системе подсчета голосов. Я могу просто сказать еще раз и подтвердить, я уже говорил некоторым вашим коллегам о том, что мы вот в Российской Федерации даже немного завидуем вот этой системе подсчета голосов, которая существует сейчас в комиссии Кыргызстан. Эту систему невозможно обмануть. Если ты там что-то неправильно заполнил и попытался, скажем, два бюллетеня туда, как говорят, вбросить, ничего не получится. Система выбрасывает эти бюллетени назад, они не срабатывают. Поэтому люди должны тоже верить этой системе. И все должно быть, на мой взгляд, и на взгляд пока моих коллег по миссии, все должно быть строго соответствием закону. Мы все на это рассчитываем. Отметим, что координационная группа оперативного реагирования просит всех граждан в случае каких-либо нарушений сообщать правоохранительным органам. Также в ЦИК добавили, что при многочисленных нарушениях итоги голосования на определенных участках могут быть аннулированы.